Робот своими руками. В Иванове на базе 62-й школы полным ходом идут внеурочные занятия по робототехнике. Изначально общий курс по изучению этой науки в тестовом режиме несколько лет назад освоили в ресурсном центре «Новация». Сейчас занятия по этой дисциплине в рамках программы дополнительного образования стали внедрять в детских образовательных учреждениях. На данный момент полноценные уроки по робототехнике проходят только в 62-й школе. На очереди еще четыре. Гимназии номер 23 и 32, лицей номер 21 и 28-я школа. У нас нет задачи воспитать каждого из детей робототехником. Задача выявить творческие способности, технические способности. Потому что, например, мы же можем понять, как ребенок поет или как ребенок танцует. Это мы можем понять. А талантливо одарен ли он технически, мы не можем понять. Это нужно для определения талантливости. В понедельник на занятия ко второклассникам пришли гости. Глава города и начальник управления образования заглянули в класс, чтобы своими глазами увидеть, как юные дарования справляются с новой дисциплиной. Это прообраз будущих профессиональных училищ, колледжей, где дети буквально вот как здесь, со второго класса, начинают постекать азы новых инженерных дисциплин. Преподает робототехнику Алена Маркова, в прошлом учитель физкультуры и информатики. Она прошла переподготовку и повышение квалификации на базе новации и теперь делится полученными знаниями с учениками. Самим ребятам инженерная наука сразу пришлась по душе. На прошлом занятии они при помощи специальной компьютерной программы и конструктора Лего смастерили Юлу, на этом аллигатора, реагирующего на движение при помощи датчиков. Тут интересно строить, что-то делать. А что ваш аллигатор делает? Ну, он щелкалит зубами. Пока что оборудование и компьютерные программы закуплены для детей начальной школы. Если в дальнейшем финансирование не остановят, то в планах расширение дисциплин еще и на среднее звено. Воспитывать из школьников будущих гениев инженерии дело не дешевое. На технику, ремонт и мебель для этого класса потребовалось около 1 миллиона рублей.